Здравствуйте, друзья! Светлана продолжает зачитывать вопросы, и мы вместе на них отвечаем, а я за рулем пока Светлана зачитывает. Давай. У вас или у вашей жены остались на Украине родственники, с которыми вы поддерживаете контакт? Если да, то вы сильно переживаете за их безопасность. Ой, вопрос какой. Он вроде маленький совсем, да? Там одна строчечка. Давайте я начну немножко издалека. Я начну вот с чего. Мы со Светланой уезжали 20 с лишним лет назад по беженской эмиграции. В беженской эмиграции была, в то время, во всяком случае, сейчас не скажу, была удивительная фишка, просто сказочная фишка. Если ты беженец, и ты приехал в Соединенные Штаты, и у тебя есть родственники, которые остались там, в той стране, откуда ты приехал, и ты, вот ты три дня в стране находишься, у тебя не грин-карты, ничего еще нет, но ты мог пойти, подать заявление, ну как бы приглашение своим родственникам. И они буквально через там, ну я не знаю, полгода, может быть, год, они оказывались на интервью в американском посольстве в Москве. И, собственно, вот и все. Получали свой статус беженцы и ехали дальше. То есть семьи воссоединялись каким-то чудовищно быстрым способом. Вы даже не писаете, вот мы тут собрались, я бы сказал, лет за пять, так потихонечку, по цепочке, нас тут собралось человек 20, вот, как бы, с корнем в виде нас, да. То есть мы, потом родители, потом брат с женой с ребенком, потом двоюродные и так далее. Поэтому там должна была быть определенная степень родства, то есть это должно было быть прямое родство. Вот там, или там, брат, сестра, родители, дети, вот такого уровня. Поэтому, значит, что получилось, что с корнем выдрало, понимаете, это, если вы выиграли грин-карту, например, в лотерею, или приехали по рабочей визе, то у вас не будет такой роскоши, понимаете, как взять и тут же, не успев там еще начать работать, понимаете, привезти там своих родственников всех. Вы должны будете лет пять дождаться, пока получите гражданство. Получив гражданство, вы сможете пригласить родственников по определенным правилам. И вы еще должны будете так финансово на себя брать там и так далее, и это занимает довольно много времени. То есть совсем-совсем другая история. Поэтому, возвращаясь к вопросу, остались ли у нас родственники, я могу сказать, что какие-то двоюродные, да, вот у меня, например, есть двоюродный брат и двоюродная сестра, но они меня старше, и если, скажем, мне там под 60, то им, соответственно, там уже хорошо за 60 они пенсионного возраста, и, в общем, никуда не собираются. Поэтому, хотя могли бы, да, то есть я им предлагал там, если хотите, давайте, но они как-то не рвались. Вот. Свет, у тебя есть какие-то родственники, так, чтобы ты знала о них? Нет, вот, видите, не осталось. Все родственники, которые были, они все здесь. Просто время такое было, когда за несколько лет практически все уехали прямо, как бы, ну, кому-то как... Ну, из моих родственников мы вообще последние уехали. Ну, да, как грядку пропололи, знаете, вот так. Вот. Я помню, например, год 90-91, я не знаю данных по выезду в Соединенные Штаты, но я помню, что тогда вот по выезду в Израиль, например, там в один год уехало, по-моему, там 1100, а в другой год сразу 200 тысяч, понимаете, там за два года 300 тысяч снялось. И это только в Израиле. Поэтому вот мы все тут, значит, разъехались. У нас бывает, что родственники в Израиле, у кого-то в Германии, у кого-то в Австралии, там, в Новой Зеландии, в Канаде. То есть у нас вот такой разброс. То есть в нашей волне эмиграции вот так получилось. Значит, что касается родственников, у нас нет. Что касается друзей, у нас есть. И, кроме того, понимаете, мы переживаем не только за друзей, хотя мы там с ними в скайпе и так далее, периодически мы там пытаемся услышать, что они говорят, но мы как бы переживаем больше даже за, может быть, за страну в целом, понимаете, за людей в целом, за... Ну вот, понимаете, у нас есть родина. И она как бы никуда не делась. То есть она как бы на карте была, она на карте осталась. Ну там, может быть, цвета поменяли немножко, там еще что-то. Поэтому вот мы жили в Советском Союзе. Света жила на Украине, я жил в России, значит, там, Киев, Москва. У меня, скажем, близкие родственники, там, дядя родной жил в Беларуси и так далее. Поэтому мы как-то жили вот по всей стране. Наша родина – Советский Союз. И там как-то не очень сильно люди обращали внимание, где именно они, в какой части этого Советского Союза. И вот мы так вот, мы за этот Советский Союз вот переживаем во всех тех форматах, в которых он сегодня существует. То есть нам не безразлично и в Киргизии, что происходит, и там, и в Узбекистане, и в Прибалтике, и на Дальнем Востоке, и где угодно. То есть это вот наша такая большая родина. И мы своей родиной не торгуем. Понимаете, мы не говорим, что мы готовы оправдать какую-то подлость или там что-то такое. Знаете, люди, которые делают эти подлости, они естественным образом подлечи, они говорят, вот эти, они там, у них нет родины, они бросили свою родину. Ну, если они вместе с нами не фашисты, не сволочи, не палачи, они, значит, родину свою не любят. А вот мы, да, которые всех готовы перерезать, мы патриоты. Поэтому вот это, это нас беспокоит, потому что вот там живут люди, мы как бы с ними близки и духовно, и как бы культурно, и языком, и так далее. То есть, скажем так, среди людей, которые живут на том пространстве, которое было Советским Союзом, я вот так оцениваю, может быть, ну, может быть, 20% людей, это люди, которые нам очень близки. И когда мы жили в СССР, это тоже не было больше, чем 20%, потому что 80% людей, живших в СССР, не были нам близки. И вот этот процент, он был и есть, и он, конечно, как-то мигрирует и эмигрирует, он там, сейчас, слава богу, можно взять, сесть на поезд или там в самолет и уехать. Вот, но вот нам не безразлично вот это. Поэтому, да, мы переживаем, я каждое утро там, у меня начинается с того, что я смотрю, не случилось ничего, потому что я очень боюсь, что случится что-то. И если вы вспомните, например, Горбачева Михаила Сергеевича, который из лучших чувств, например, уничтожил Советский Союз, а хотел всего лишь навсего вернуться к ленинским принципам, понимаете? И социализм с человеческим лицом. А там не было никогда человеческого. Знаете, как в частушке, там сидит милый на крыльце с выражением на лице, выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Вот оно, что выражало, то и выражало, ты хоть как его поверни. И он взял и грохнул вот такую страну. И вот эти, которые нынче там, они начинают что-то такое там устраивать, они тоже не контролируют. Наступает момент, когда они перестают контролировать. Когда-то Израиль поддерживал Хамас против организации этого Палестинского фронта, освобождения. Значит, когда-то американцы поддерживали Ал-Каиду против там советских войск в Афганистане. То есть, когда-то что-то, кто-то, кого-то начинает, знаете, дернул за веревочку. А то, что потом рвануло, это уже никто не контролирует. Вот что страшно, понимаете? То есть, пока что вот люди думают, как можно там спустить крючок спусковой. А потом как раз спустил, два спустил, три спустил, как понеслось. И кто спустил первый крючок, после чего все понеслось, это же никто тоже не контролирует. Вот кому надо было, тот и спустил. Послал на крышу там пацанов. И они там вот две стороны жахнули, и все. Иди теперь разбирайся. Поэтому, вот это страшно. Поэтому, так вот. Я думаю, что я ответил на вопрос. Может быть, так не прямо вот там про родственников. Но вот, поскольку родственников нет, то я в целом объяснил, что нас беспокоит в этой ситуации. И, как вам сказать, за все платить надо, за все отвечать надо. Понимаете? Эйфория проходит, а должок остается. И потом, понимаете, бесплатно не получается. Так что, ладно, хорошо, закрыли тему на этом.